Модницам во все времена СССР было тяжело. Информация о самых актуальных мировых трендах доходила к ним с опозданием и в искаженном виде. Вместо того, чтобы следить непосредственно за модой, следили за нарядами и, как теперь говорится на полуиностранном языке, луками известных актрис, певиц и заезжих иностранок. Универсал 69. Поощрительная премия на межобластном форуме современной одежды в Житомире. Оригинальное конструктивное решение. Любовь Орлова 30-е в СССР – это время ситца белых платьев и Любови Орловой. Звездой кино она стала благодаря главному кинорежиссеру Советского Союза Григорию Александрову. Он не только открыл ее талант, а потом и женился, но и придумал в кавычках образ. На самом деле, просто полностью скопировал его Смарлен Дитрих, который очень хорошо знал. Можно сказать, что женщины того периода старались подражать голливудскому секс-символу, при этом даже не видя ни одного фильма с ней. Советские зрительницы делали прическу под Орлову, мучаясь завивкой и укладкой волнами. Заваливали портных заказами на платье с вырезами, а перчатки, которые актриса частенько носила, стали практически обязательным аксессуаром у любой модницы. Увлечение Любовью Орловой доходило до того, что психиатры даже стали ставить некоторым подражательницам диагноз – синдром Орловой. Людмила Гурченко Для женщин музыкальная комедия «Карнавальная ночь» стала настоящим откровением. А молодая дебютантка в роли Леночки Крыловой буквально в один момент стала иконой стиля на 10 лет вперед. Произошло это благодаря платьям в стиле диоровского «Нью-Лук», в которых блистала Гурченко. На тот момент, 56-й год, мода в СССР оставалась замороженной. Женщины все еще носили довоенные модели, не до нарядов, надо было страну поднимать. На Западе стиль уже был на закате, но в СССР, пусть и с огромным опозданием, эффект от просмотра фильма был невероятный. По справедливости, славу Гурченко должна была бы разделить с художником-постановщиком Константином Ефимовым, который до этого работал в фильмах «Волга, Волга» и «Весна». Образ Крыловой создали художники и костюмеры, тогда еще совсем молодая актриса мало участвовала в этом процессе. Как бы там ни было, но модницы смотрели фильм по нескольку раз при любой возможности и старательно копировали фасоны, демонстрируемые Людмилой Марковной. Секс-символ европейских 60-х совершила маленькую революцию в моде, предложив публике образ взбалмошной и раскованной куклы. Тут тебе и бикини, и платья-рубашки, и джинсы по фигуре. А что уж говорить о ночных платьях без бра, такое себе ранее не позволяли даже жрицы любви. А уж добропорядочные мадам падали в обморок при одной мысли о таком наряде. Так что не будет преувеличением заявить, Бордо сотворила революцию. Но в СССР ее влияние было ограничено. Образ девушки без комплексов не вписывался в советские стандарты. Поэтому в прокат в те годы вышел только один фильм с ее участием «Бабета идет на войну». Да и тот на всякий случай наградили ограничением 16+, поскольку в отдельных эпизодах Брежит старательно демонстрировала свои ножки. Что, впрочем, не помешало советским женщинам крутить Бабетто еще долгие годы. В остальном о достижениях Бордо только слышали. Хотя многим хватало и дошедших из-за границы слухов о том, что сейчас носят. Например, бикини официально в СССР не продавали. А на советских пляжах они появились уже в начале 60-х. Наталья Селезнева Из всех работ Натальи Селезневой на советских женщин наибольшее впечатление произвел, конечно, образ Зины из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 года. Наряды для артистки придумал совсем молодой Вячеслав Зайцев. Создатели фильма долго мучились с подбором одежды и, наконец, пригласили профессионального модельера. Тот и превратил Зиночку в пример для подражания. Практически сразу после премьеры платья с геометрическими принтами и белые брючные костюмы стали топовым трендом. А яркий макияж, босоножки, римлянки и зонтик тростью закрепились в моде до середины 80-х. Люди друг друга проходят мимо друг друга. Марина Плать Францужем к русскому происхождению советский зритель любил, а власти относили к сочувствующим СССР. Поэтому и приглашали в страну достаточно часто. Но реально на моду страны советов она начала влиять только когда вышла замуж за Владимира Семеновича. Как настоящая иностранка и не самая бедная женщина, она могла себе позволить следить за последними тенденциями. А в сопровождении актера и певца, чья популярность была невероятной, она тут же оказала в центре внимания как минимум всей Москвы. Любое появление Влади в ресторане, на улице или в тусовке сопровождалось детальными обсуждениями ее нарядов. Сплетницы могли возмущаться чересчур откровенным для Союза платьями, тем не менее старательно копировали стиль. Во многом именно Марине советская мода обязана появлению обтягивающих джинсов и модой на прямые распущенные волосы. Советская эстрада до нее была довольно странным местом. Исполнители почти не двигались, не брали микрофон в руки и принципиально не замечали зрителей в зале. Считалось, что все это относится к ресторанам и не к лицу серьезным деятелям советской эстрады. Эдита Пьеха вела себя на сцене на много раскованнее. Новатором она была и в моде, по крайней мере по советским меркам. В самом начале карьеры Пьеху даже называли стилягой, что считалось обидным. Глядя сейчас на ее шокирующие в кавычках наряды, в это сложно поверить. Эдита Пьеха сделала модными пышные прически, макияж со стрелками, шляпки с вуалью, банты на блузках и костюмы двойки. Среди ее достижений и появления на сцене в мини-юбке. Она сделала это одной из первых. Хотя в то время их уже можно было встретить на улицах, но существовало негласное табу на мини для серьезных мероприятий. Майя Блесецкая Знаменитая балерина, имея доступ к загранпоездкам и заслуженную мировую известность, просто не могла не стать законодательницей мод на родине в СССР. В том же Париже у Майи были возможности, которыми не могли похвастать даже советские министры. Сама Коко Шанель устроила показ своей последней коллекции, где Плесецкая могла выбрать понравившееся платье. А Пьер Карден создавал модели специально для нашей балерины. Естественно, самые актуальные вещи у Плесецкой появлялись практически сразу, как только они входили в моду. Она привезла в страну широкое пальто, манто из натурального меха и высокие сапоги. А также первой продемонстрировала стиль милитари. Конечно, советским женщинам было сложно угнаться за балерины, имеющие доступ к заграничным товарам. Но они честно старались. София Ротару Влияние Софии Ротару на советскую моду многие недооценивают. Молодая тогда певица не могла блистать привезенными из Парижа нарядами, но довольно успешно заняла нишу этнического стиля. На Западе его активно продвигали хиппи. Но в СССР доходили только редкие отголоски этих тенденций. Сложно сказать, насколько они повлияли на Ротару, но ограничиваться традиционными народными нарядами она не стала. В ее гардеробе появились блузы с орнаментом и яркие разноцветные платья. И не традиционные народные наряды, а вполне современные фасоны. Молодежь, особенно в провинции, начала массово перешивать бабушки на вышиванке на более современный лад. Правда, вскоре после того, как карьера певицы пошла в гору и Ротару начала выезжать за границу, стиль сменился на классический европейский. Барбара Брыск Надя из «Иронии судьбы» – культовый образ для советских женщин. Для простой учительницы русского языка выглядела она просто ультрамодно. По всей стране началась волна подражаний. При этом копировалось буквально все, начиная с прически и заканчивая духами ланком клема, который подарил героине ее несчастный Ипполит. Надо сказать, что и самой актрисе понравился созданный образ. В течение нескольких лет она его практически не меняла. Сразу после выхода фильма модницы стали заказывать меховые шапки в воронье гнездо. Обязательно пушистые и из лисицы. А цепочка «Стебель бамбука» стала хитом лет на 20. И особенно полюбилась зрительницам бежевое платье Нади. Оно оказалось очень в тренде. В начале 70-х стиль сафари с легкой руки Ивсен Лорана был весьма популярен в Европе. Бедняжечки сойдет на станции И распрощается вагончик тронет, вагончик тронет, вагончик тронет. Раиса Горбачева Жена первого секретаря КПСС стала полноценной первой леди страны в западном понимании. До этого супруги и члены семей советских руководителей были народу практически неизвестны. Персонами они были непубличными и не оказывали никакого влияния на советскую моду. Первым исключением стала Раиса Максимовна Горбачева. Она не пряталась за спину мужа и довольно часто мелькала на ТВ. Хотя общество в целом принимало такую активность негативно, женщины внимательно следили за тем, как менялись ее наряды. Раиса Горбачева, по сути, подарила советским женщинам деловой костюм. Конечно, носили их и раньше, но многие воспринимали такую одежду исключительно в качестве рабочей, своеобразной спецовки для офиса. Раиса наглядно доказала, что костюмы могут быть вполне элегантными. Раиса Максимовна Горбачева